Какие выводы для себя сделали профессионал именно конкретно в этой ситуации? Ситуация нестандартная для вас, то есть вы ожидали одну, а одну ситуацию поменялась совершенно другую. Вам же дальше тоже будет предоставить возможность работать с таким проектом? Ну, знаете, в таких ситуациях перед тобой просто встает личный выбор. Ну, что для тебя важнее, материал или, ну, или, ну, или, там, два человека. Ну, например, очень распространенная штука в том, что ребята, переспонденты, там, приезжают до горячей точки, им нужно снять сюжет про стрельбу, а стрельбы нет, никто не стреляет. Вот, и они немножко платят ребятам с оружием, где начинают спалить, это факт. Там, были пожары в Хакасе, корреспонденты приезжали для того, чтобы был кадр, поджигали траву, был жуткий стандал. Вот, и это, ну, как бы, об этической стороне вопрос, это твой личный, личный, внутренний выбор. Мне кажется, что она, занимаясь такой тематикой, освещая, там, социальные проблемы, здесь не встает вопрос о том, будет у тебя клевый материал, ты, там, выиграешь с ним конкурсы, что-то еще, но при этом, ну, ты сильно навредишь человеку своими картинками, ну, своим материалом. Кто-то скажет по-другому, что, ну, вот, мне важен материал, что есть еще сотни таких Акиры, и, там, с этим парнем что-то случится, но всем остальным я, вроде как, помогу. Ну, мне кажется, ну, как бы, ну, это неверно. Я была расстроена, я была расстроена после того, как поняла, что, что здесь не с чем наводать, и, в общем-то, это, наверное, мой единственный вывод, ну, помимо вот этики, который я сделала после общения с парнем, и, ну, потому что, действительно, не было, ну, вот этого контрапункта, и ты никакой мне помощь не отвечаешь, но ничего, просто грустная история, просто грустная история, не нужна никому. Ну, эта грустная история определенная для вас, да? Да. То есть, если вы в следующий раз столкнетесь с точно такой же ситуацией, да, то есть вы уже... Я, наверное, скорее, ну, вряд ли я столкнусь с точно такой же, но я скорее быстрее распознаю и просто не буду, ну, сразу не откажусь, ну, например, ну, или чуть-чуть покопаюсь и пойму, что, ну, что-то здесь плохо, ну, или отойду, или не отойду. Просто я понял, почему это говорю, то есть вы тоже читаете лекции, да, определенно так же рассказываете об этом, то есть, ну, как бы заведомо, может быть, тоже, ну, можно как-то человека, ну, ему помочь, да, то есть именно тому человеку, который будет снимать такую ситуацию. То есть, ну, единственное, к чему это приведет, да, то есть он уже может сделать какие-то определенные шаги, чтобы это не предотвратили. То есть вы сейчас, ну, не знаете судьбу этого человека, правильно? Да, если вы просто перестали с ним общаться, то есть все. Ну, да. То есть, ну, если рассказывать аудиторию, может быть, и ранее как-то помочь, то, ну, изначально уже не было такой ситуации, потому что... Здесь, ну, как бы, в данной конкретной ситуации стоял вопрос в личностных привязках, и я... Ну, о чем речь? Ну, как бы, такого не произошло, парень там ко мне не успел привязаться за сутки, хотя ему очень хотелось бы сделать там в дальнейшем, и это бы произошло обязательно. Наверное, если бы я сделала выбор в другую сторону, решила бы продолжать тему снимать, то, ну, я бы максимально старалась от него дистанцироваться и найти баланс между тем, чтобы он допускал меня, это было бы уже не так клево, не было бы такого доверия, там, он бы мне многих еще не рассказал, куда-то бы не позвал, ну, и так далее. Ну, то есть материал бы слегка страдал, ну, не слегка. Нам вообще не получилось, понимаете? То есть вы к нему приблизились, если бы не подружились, но в итоге... Да, да, да. Ну, выхода никакого. Да, ну... А, ну, грубо говоря, молодой человек, ну, мы сейчас не знаем, что с ним. Ну, то есть смысл того, чтобы к нему приблизились, не дистанцировались от него, да? Я не подошла работу, потому что не нашла, не нашла, не нашла там история. Ну, вот о чем речь, то есть, ну, как бы, какой результат? Ну, ребёнка резко, ну, обрезали от общения от всего, и, ну, как бы, материал тоже не получился. Ну, не то, чтобы я его резко обрезала, я с ним в сутки пообщалась. Ну, и, да, то есть, как бы, вот два решения неизвестные. Хорошо, давайте, может, закончим всю эту историю, да? На этой встрече он был фотограф или фотограф-помощник. Какая бы ситуация получилась? Ну, в смысле, по... Нет, наверное, это был разговор про менее доверительные отношения и про непривязки в любом случае. Это своеобразный контингент, это пост-интернат, ребята, это очень своеобразные люди. Это 80% таких ребят, поэтому это не пример, вот, их не так много сейчас, но, тем не менее, они есть. И квартиру у нее никто не отбил. На самом деле, это крутая история, даже несмотря на то, что она не получилась с мужем. То, что водительно между вами, да, она дополняет самую эту ситуацию. Чуть-чуть, чуть-чуть, дам вопрос. А как вы ее рассказываете? Да, но я не хочу ее развивать по вот, поисказанным причинам. Вот два вопроса. Полит, скажите, пожалуйста, вот иногда пиарщикам фондов, они имеют дело в том, что составляют технические задания, на съемку ролика, для фотографа. Вот, на ваш взгляд, что вообще должно быть обязательно прописано в этом техническом задании? То есть, нужно ли там отражать, что нужны эмоции, там, детали какие-то или что-то? Ну, у вас есть цель, вы хотите осветить какую-то идею, правильно? Ну, например? Ну, например, у нас образовательный кампус, в котором будет как раз участвовать дети сиропы. То есть, мы будем их пытаться, ну, там, через мастер-класс, через тренинг, через все это показать, что... Потому что им пригодится смотреть на жизнь. Фотографу надо показать, что это дети сиропы. Раз. Что они, ну, в какой-то мере, одиноки. Потому что, ну, по моему опыту, в общем-то, детям из детских домов очень недостает. У них есть практически все. Нет внимания и общения, ну, там, с какими-то другими детьми, ну, для обычной социализации. У них нет родителей, а у них жуткий вид общения. И мы берем и переводим с вами это, ну, на визуальный язык. Ну, как бы, одиночество. Можно показать пустотой. Можно показать фигурой, там, в кадре и так далее. Вот, ну, как бы, поехали. Сирота. Вот, там, появляется кампус ваш в кадре. И кампус как-то меняет, меняет жизнь этого ребенка, он становится радостным. Ну, например, и вы снимаете, ну, там, портреты детей, снимаете их тусовку, снимаете то, что происходит, лекции и так далее. И, ну, вот, за счет этого контраста у нас уже есть какая-то история. Все работает абсолютно так же, как в кино. А в техническом состоянии это нужно прописывать? Я думаю, что, ну, как бы, стоит рассказать, ну, если у вас есть какая-то уже идея, да, как бы вы хотели это видеть, ну, вот, передать таким-то и таким-то, ну, визуальным ходом. Ну, конечно, вы это прописываете. Что мне бы хотелось увидеть, там, в одной части истории про то, что дети одинокие, а в другой про то, что наш кампус дает им, ну, там, аппараты, обучения, радости, веселья. Можно снимать одну часть черно-берой, другую цветной, но это глобно. Так или иначе, как бы, это все работает. Вот. Ну, то есть, для того, чтобы экранизировать, нужно понять, как это рассказать самим. Вот. И от этого уже отталкиваться, идти, и фотограф там пойдет на точку. Возможно, он найдет что-то другое, но он поймет, о чем вы говорите, и начнет, как бы, тоже крутить это. Вот. И, может быть, он не найдет прям той самой идеи, но он будет понимать, о чем ему нужно снимать. Да, вот, подскажите, теперь стало еще больше интересно. У вас-то много кадров? Как вы сидите, выбираете их? Или, ну, вот, именно эти здесь оказались, не какие-то другие? Вот, вот как? Все, все свои, все любимые. Как сказать, стоп, вот сейчас нужно вот эти три из тысячи? Слушайте, это большая проблема. Я когда монтировала Сирию, я прям резала и отдирала кадры, как руки там, не знаю, отрезала от себя. Ну, отбор дается фотографу вообще достаточно сложно, но как выбрать то? Именно то. Ну, сложно объяснить так, не на примере, но я попробую. Если бы были контрольки, было бы, наверное, удобнее. Вы ищете эмоцию какую-то, вы ищете композицию, ну, удачу сложенную. Вы стараетесь, ну, вот даже в этой истории в ней есть ощущение, ну, какой-то перебивки. Это, ну, как бы не сделанная история, это один съемочный день. Там общие планы, среда и так далее. Вы стараетесь не делать одинаковых кадров, ну, не брать их. То есть, если мальчик снят вот так, а второй мальчик снят в том же месте, примерно так же, то это один и тот же кадр, какой-то вы выкидываете. Ну, обязательно крупные планы. Вот, ну, когда ты много снимаешь и смотришь, разбираешь материал, у тебя приходит ощущение, что это тот кадр. Или, ну, чаще всего ты перебираешь материал после съемки и думаешь, блин, я бы сняла здесь по-другому, и вот здесь бы так, и вот здесь, а вот здесь я бы приняла камеру чуть повыше. Ну, в общем, и с этим опытом приходит вот осознание того кадра. Вот это ты просто на своих ошибках учишься. Вот там просто можно. Можно вопрос? Конечно. Как сделать кадр, который бы набрал много лайков? Я не знаю. У меня не получается так делать. По идее, это логичная задача или нет? Да, вполне себе. Кадр наберет много лайков. Если люди увидят там то, что они хотят видеть в своей жизни? Чего им не хватает? Ну, так работает любая реклама. Радость, там, не знаю, тусовки или, ну, что-нибудь, красоту, красоту. Ну, и так тогда людям будет нравиться, это будет много лайков. Ну, если там, не знаю, поставить рядом какую-то картинку из очень хорошей жизни, про очень хорошую жизнь, в общем, про веселую, счастливую, прекрасную. А следующим кадром выложить там кадры войны с растяженным человеком. Я думаю, что, ну, вот это вот, ну, благополучие, оно наберет больше лайков, нежели чем. Вы считаете, что задача просто не ваша, да? То есть вы ее не видите, когда снимаете? Нет, я не думала, я как это снимаю. Абсолютно. Да. А какая глобальная вот у вас цель всех ваших проектов? Те, которые вы делаете, если не НКО, и ваших личных? Мой личный интерес? Ну, вот да, что вы хотите изменить? Или к чему вы хотите прийти, что вы хотите изменить при будущем после этих проектов? Ну, это круто говорить о том, что сейчас я снимаю, моя картинка изменит мир. И такое очень максималистическое вообще видение. Ну, когда-то я там тоже об этом думала. А потом, когда ты в стыке начинаешь в этом работать, мой интерес, он перерос... То есть я поняла, что я не человек, который... Ну, изменит эта картинка отношения, отлично. Ну, а если не изменит, то у меня появляется свой личный интерес, на котором, собственно, все строится. А это просто человеческое любопытство. Мне интересно исследовать, мне интересно зайти изнутри и изнутри посмотреть на положение дел в этих социальных группах. Ну, почему социальная фотография? Потому что, ну, не знаю, я, наверное, неравнодушная, и мне хотелось бы там, чтобы такого не было. Но мне очень интересно покопаться в этом и понять, как это действительно... Ну, увидеть своими глазами, как это действительно происходит. Все. А вы себе видите по другую сторону кадра? Нет. Абсолютно. Вы сказали, в самом начале еще важный вопрос, для кого вы снимаете? Ну, да. Как это соотносится? Как это бывает? Что-то меняет, как-то, ну, не знаю, концепцию или в процессе. Когда вы снимаете, вы думаете о том, что вот это там, или это все-таки просто где-то летает постановка, которому не получится? Как вы работаете с этим вопросом? Нет, никак получится. Вопрос для кого, он ведет с собой, в общем-то, выбор визуального решения, выбор формата, и из для кого вытекает как. Ну, например, если бы я снимала для глянца, ну, допустим, чисто гипотетически историю про незрячих, я бы снимала ее, ну, не репортажно, я бы делала ее, ну, в приближенной действительности, не совсем глянцевой, но, скорее всего, ну, то есть 100% это была бы постановка, это была бы студия, и, ну, и совершенно, ну, как бы, другое ощущение было бы от картинки, от картинки бы в Бейла, но вот, скорее, скорее, ну, не жизненными этими темами и близостью зрителя к, ну, к материалу, к этим ребятам и так далее, а задача была бы другая, я бы рассказывала о том, что, допустим, они красивые, или, ну, снимать ребят на колясках, недавно, недавно висела в МАМ, я не помню, как зовут фотограф, из серии, она сняла серию людей, портретов на инвалидных колясках, они не выглядели, там, как мы обычно привыкли их воспринимать, они выглядели, ну, здорово, клево, ты смотришь на девушку и думаешь, клевая шляпка, или она очень обалительная, и эта коляска, она становится постепенной, вот, это все постановка, студия, там, ну, и так далее, там, работа с визажистами и прочее, и прочее, вот, если, допустим, я в репатаже могу оставить, там, ну, я снимаю, ну, допустим, незрячих, и у кого-то не мыть-то голова, потому что он не уследил, я буду снимать эту не мыть-то голову, если я снимаю, ну, для глянца эту же историю, немножко, как бы, для другой целевой аудитории, я никогда не допущу такого в кадре, вот, ну, например. Получается, что вот это для кого-то, в чем причине, что оно, в конечном итоге, все-таки, то есть, мы имеем в виду конкретных каких-то, прям, вот, вообще людей, да, а вот все-таки тот формат, что ли, в котором это будет потом просматривать? Да, да, да. Там, ну, ну, журнал, для, например, глистов, какие-то еще что-то будут. Ну, конечно. Елена, скажите, пожалуйста, у меня два вопроса, они взаимосвязаны. Фоторепортаж, он дает эмоциональный, эмоциональный отклик, он затрагивает какие-то чувства у зрителя. Если мы хотим информационно подойти к этому вопросу, нам все равно нужен текст, мы без текста никуда не уйдем. Я так понимаю, вот эта история с сирийцами, вы ее снимали именно фоторепортаж без текста, но, я так понимаю, дважды вышел он с разными текстами. С текстами, да. Как вы, во-первых, встретились с этими текстами? Каким образом вы друг друга находите? Эти люди занимаются той же проблемой, и они выходят на вас, или вы их находите? И второй вопрос, если, допустим, вы делаете историю с текстом, то есть вы приезжаете снимать фотоматериал, и вместе с вами человек, который будет описывать эту историю, не дает ли это как раз, вот к вопросу о последней неудавшейся истории, не дает ли это как раз той дистанции между вами и героем, которая бы, в общем, не свела бы это к какой-то, ну, личной истории, да, к личной зависимости? Ну, во-первых, работать с пишущим гораздо комфортнее, чем самой. Просто потому что у пишущего такая же цель войти в доверие. Ну, а ты, вроде как, немножко сильнее, на тебя чуть меньше обращают внимание. Нет у фотографа задачи именно фотографу быть в доверии. Ему нужно просто находиться с персонажем в этом состоянии, чтобы он был расслаблен перед камерой. Ну, там и так далее. Гораздо проще работать с пишущим, потому что пишущий берет на себя, ну, там, ряд, ну, ряд обязанностей, там, интервьюирует, раскручивает, и, ну, как бы, ты можешь снимать параллельно. Пишущий занимается своей работой, там, разбалтывает, а ты при этом хоп-хоп подснял, там, получилось. Вот. Это удобно. И, в общем-то, ну, я считаю, правильно, каждый должен заниматься своей работой. Вот серите, вот эта подборка, она прям, прям, вот для текста сделана. Ну, не к тому, что я ее делаю прям под текст, под текст, но она очень хорошо ложится на, ну, в сочетании с текстом. Сюда просится кремшины, и, в общем, это такой, ну, действительно формат репортажа. И, ну, например, здесь можно писать про вашу тайную, про то, что умирают дети под этой картинкой. Здесь есть отсылы, как бы, очевидно, что это, это про Сирию, вот, как бы, подредатор ставит ее заходную вообще. Ну, потому что это Сирия. Вот. Но вы не, не были на редакционном задании, вы это делали сами, да? Нет, это был мой проект, который я потом, ну, как бы, реализовывала. Это все, ну, достаточно легко сочетается. Вот. Ну, и дальше. Мы рассказываем про то, чем они занимаются, и пишущие пишут о том, что они там живут. Вот. Мы говорим о войне. Ну, как бы, очевидно, что там идет война. О детях, которые тоже приехали с сирийскими невиданами. Ну, и так далее. Прям, прям, ну, этот проект, это такая иллюстрация для текста, и, в общем, ну, он может существовать как в формате и с текстом, так и без него. Ну, потому что здесь все показано через картинки. Все эти действия, все о чем я говорила, и отсылки к Сирии, вот предметы, как они живут, и, в общем, вся эта атмосфера, ну, и так далее. То есть, ну, а я одна, получается, как они живут? Я начала, ну, я начала эту тему одна, я провела весь ресерч сама, вышла, в общем-то, нашла себе контакты, и мне было страшно, мне это одно, я не понимала, что там происходит, и я понимала, что мне нужно будет там походить по гостям, и так далее. Как вообще эти ребята там на меня будут реагировать, не опасно ли это, ну, и так далее. Вот, в общем, я написала, позвонила другу и говорила, ты вот не хочешь поработать, у меня тема есть. Ну, и, в общем, мы вместе поехали. Потом я уже занималась им одна, вот. В общем, были такие смешные моменты, когда я уезжала из дома, мне потом звонили и говорили, Полина, ты там поаккуратнее, ты крестик дома забыла. Или что-то вроде этого. Ну, были моменты, ну, достаточно, ну, такие острые, щекотливые. Допустим, зайдя в очередной, ну, типа, дом к сирийцам, ну, я сидела, общалась с ребятами, потом поняла, что они прибавляются в геометрической прогрессии. Просто, типа, я и миллион сирийцев, которые приходят, 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 чтобы, ну, посмотреть на девочек по-разному. Ну, мне было не по себе. Ну, прям, прям так, сильно не по себе. Я себя настроила на то, что, ну, в общем, нельзя нервничать в этой ситуации. И, в общем, ну, типа, следи, как они себя ведут, и все. Ну, и, конечно, ну, надо быть всегда осторожным. Там я старалась писать адрес, ну, куда я захожу, какую квартиру. Вот, отправлять, ну, знакомым, если еще, чтобы меня где-то искали. Ну, например. И я всегда рассказывала про то, что, ребята, я хочу вам помочь. Я хочу вам помочь. Вы видите, у меня камера. Я журналист. Ну, я медиа. Я о вас расскажу. Я расскажу обо всем, что происходит. Я хочу вам помочь. Ну, и, ну, типа, чуваки... Ну, я таким образом и себя успокаивала, и их настраивала на то, что, ну, как бы, умеют нам трогать, и там... Ну, и прочее, и прочее. Мне кажется, у нас уже время так заканчивается. У нас есть точно один вопрос. Больше не будет? И то, кому-то еще больше. Раз, два, три. Давай. Вот, например, приобрела тему, сделал проект, и вот куда мне с этим проектом пойти? Ну, если это интересная тема, там, актуальная и так далее, вы берете и рассылаете по редакциям. Ну, например, по тем редакциям, которые работают над... которые освещают подобные проблемы. Вот. И, возможно, какое ваше письмо прочтут, возможно, не прочтут. Если у вас есть знакомые фоторедакторы, то вообще прекрасно. Вот. Идите и говорите. «Привет, я делаю проект, и, в общем, хотите опубликовать?» Ну, или там, я его доделаю, давайте опубликую. Ну, здесь как бы только такая система. Ну, и писать письма, там, всем рассказывать про то, чем ты сейчас занимаешься. Ну, можно прям уточнение по вопросу молодого человека? Формат письма. То есть, есть же, наверное, какая-то... Ну, это деловое письмо. Да, деловое письмо. Да, какие-то сжатые файлы. Да, ну, превьюшки, конечно, но не хорезы. Вы пишите, да, вы пишите, добрый день, там, я такой-то, такой-то, и, в общем-то, я занимаюсь тем-то, тем-то, и занималась этим-то, этим-то. А сейчас я работаю над этой темой, и мне бы хотелось ее вам предложить. Прикрепляю, там, ну, несколько фотографий. Вот, маленькие. Ну, вот уже вот эту историю вы рассказали, и в обоих есть какие-то инспекции для вас лично. Мне интересно, ну, где-то вы еще в процессе выступления сказали, что вы с друзьями будете делать фотографии. Почему вы, если вы на такие проекты, вы все-таки почти одна, что приходится писать. На эти проекты я хожу с друзьями. Может, мне тогда показалось, когда вопрос конкретный, почему вы ходите на такие сложные проекты одна? Это что-то, ну, лично фотограф должен сам пройти, к примеру? Или просто компания не собирается, ведь можно пойти вдвоем фотографировать, кто-то будет писать, помогать, таскать рюкзак, кто-то оборудование. Давайте, вы будете мне помогать, таскать мой фото рюкзака. Это, наверное, очень нужно. Я вам оставлю телефончик. Я сам почему-то решаюсь идти, я понимаю, было бы неплохо, но никого нет, и идешь сам. Ну, вот в ответ на свой вопрос. Все так и работает. Я начала с пишущего работать, он закончил свою работу. Я понимала, что мне нужно продолжать. Это мой проект, это не проект с авторством, с кем-то. И ни у кого нет интереса таскать мой фото рюкзак и, в общем, сидеть часами и слушать, как я разговариваю с серийцами, с кем-то еще, и, в общем, снимаю, работаю. Я думаю, что это мое дело и мои проблемы и так далее, и так далее. Ну, я максимально стараюсь себя обезопасить, чем могу. А дальше на страх и риск чувствуешь, что не надо идти, не идешь.